Ни одной попытки штурма административных зданий в Одессе так и не состоялось, но местная власть, похоже, основательно перепугана. Регионалы попросили помощи и защиты даже у ветеранов. На заседании городского совета ветеранов депутаты оперативно доложили воинам о тяжелой обстановке в стране и призвали отвоевавших свое боевых офицеров встать на сторону правительства и лично защищать административные здания. Заодно предложили пойти с патриотическими уроками по школам и разъяснить политику партии и правительства еще и детям. Ветераны – это те люди, которые всегда не государственники ветеранов, поэтому они поддерживают сейчас руководство страны с тем, чтобы сохранить страну. Создать штаб, организовать дружины и выходить на защиту административных зданий города. Совет ветеранов голосует единогласно «За». В понедельник назначат руководителей, начальников штабов, подготовят списки и оперативно влиять на положение дел. То есть мы должны только для обороны, только для обороны. Мы больше не можем и для нашего города нет необходимости. Но мы должны быть вместе с теми, кто защищает наши административные здания, кто защищает наш город. Кто за это, прошу голосовать. Прошу опустить. Спасибо. Приняли решение создать оперативные группы или отряды самобороны в каждом районе, чтобы ветераны консолидировались. То есть это ветераны вооруженных сил, те, которые могут физически эти вопросы решать. Регионалы поблагодарили ветеранов за взвешенную позицию, после чего боевые офицеры перешли к обсуждению событий 70-летней давности. Говорили об освобождении правобережной Украины от фашистов. Татьяна Лесничук, Александр Кремлев, телекомпания САТВ.